Листая лето Листая лето Листая лето Листая лето Добрый день дорогие друзья Уважаемые наши телезрители и радиослушатели Вашему вниманию программа Якутск сегодня Сегодня проведу я Ольга Голдобина И в нашей студии у нас гость Руководитель Гагаринского округа Сидоренко Евгений Васильевич Добрый день Добрый день Конечно же начать нашу передачу хочется С большого хорошего праздника Сегодня день якутского Радио И под ваши аплодисменты что говорится Мы от всей души поздравляем Наших работников радио Республики Саха-Якутия С их профессиональным праздником Прежде всего желаем им здравия Хорошего настроения Мирного неба над головой И пусть все их мечты сбудутся И обязательно оптимизма Правильно Оптимизма И в этот потрясающий день Ну так случилось Что в этот день у нас вот совпали Два больших праздника Но есть один наиогромнейший День 7 ноября Красный день календаря Потрясающий праздник Мы отмечаем день Великой Октябрьской революции И кто из нас не помнит День 7 ноября Красный день календаря Посмотри в свое окно Все на улице красно Вьются флаги у ворот Пламенем пылая Видишь музыка идет Там где шли трамваи Вся страна И млад и стар Празднует свободу И летит мой красный шар Прямо к небосводу Очень многие люди Очень многие поколения Помнят эти добрые Яркие замечательные слова Помнят когда мы были Ходили на демонстрации Как было холодно Но тем не менее Нам доставляло праздник Присутствовать на этих демонстрациях Евгений Васильевич Наверное вы тоже ходили Да обязательно ходил Я здесь 49 лет прожил И родился в Якутске Прожил 49 лет Я помню обязательно Все вот эти истории Как мы в унтах В валенках Крутили эти веточки Со школы Ходили Была демонстрация Ну на то время Было потрясающе удивительно И это всегда со мной В память остается И как бы холодно не было Это всегда был праздник Мы все равно с радостью Бежали на это мероприятие Это был праздник Огромный Большой Душевный Более того Хочу сказать Что сейчас так сложилось Что у нас есть указ президента И мы отмечаем 4 число 4 ноября Это день единства Где все жители Российской Федерации В этот день приходят На различные площади Отдают дань уважения И памяти Нашей истории Это потрясающе Вот буквально 4 ноября Мы возлагали цвет на Бекетово Было все руководство Республики Города Якутска Очень много молодежи Это ну замечательное Эмоциональное такое зрелище И самое главное Это очень патриотично И получился настоящий день Народного единства Да Это замечательно Потрясающе Дорогие друзья Еще раз хочу напомнить Что наш гость сегодня Руководитель управы Гагаринского округа Сидоренко Евгений Васильевич И ну что В первую очередь Что хочется спросить Как всегда Вот у нас Вы не первый гость Передача задумана так Чтобы узнавать Что произошло В этом году Замечательного Хорошего Ну скажем так Теплого Для наших горожан Чем вы можете Похвастаться Да Вопрос очень интересный На самом деле Есть что поделиться Абсолютно многим Вот даже вот думаю С чего бы такого начать Да Ну мы все понимаем Что есть работа ежедневная Такая как очистка снега Там откачка воды Гридирование И так далее Но есть и дни Которые мы вспоминаем Как вот радостные события И то чем можем действительно Наверное радоваться И гордиться Потому что это все Для нашего Для наших людей Для нашего города Для наших горожан Ну например Можно сказать вот следующее Вот если немножко в глубину Вот этого года Как бы назад отшагать У нас произошли Замечательные события Такие как например Начало строительства Якутской городской больницы Номер 2 На Севастопольской Этот проект ждали Несколько лет И он свершился Уже забитый первый свай То есть процесс идет На 600 мест Это очень важно Это очень огромная Большая стройка А также рядышком у нас Вот я вот можно По объектам немножко расскажу Давайте вы прямо Гордитесь этими событиями Очень хорошо Очень приятно Да мы работаем Мы работаем Значит очень дружно С депутатской группой Да С Данилом Ивановичем С Силкиной Мариной Сергеевной Значит С депутатом Городской думы Да соответственно Василия Сергланова Анасимовна И поэтому Это не только мои достижения Не только команды мои Но это достижения Всех кто работает И конечно же Руководство города И республики Вот смотрите В июле месяце Такое событие произошло Наверное Ну для людей верующих Очень важное я считаю Такое как Водружение купола Купола на нашу Строящийся храм Храм называется Храм всех святых Он посвящен Именно Значит Победителям Победителям И людям Которые защищают Нашу родину Очень важно Высота храма С крестом составила На сегодняшний момент 30 метров По мнению Многих Это один из Высочайших На Дальнем Сибири И на Дальнем Востоке Храмов И конечно же Сейчас мы Думаем Как его благоустроить Территорию И так далее Что прихожан Было больше Чтобы люди Могли свои Духовные составляющие Делиться Если мы будем двигаться У нас округ Такой очень Знаете Очень такой Мобильный Да Очень интересный В нем На сегодняшний день Проживает порядка 24 тысяч Людей Значит 140 домов И каменного И исполнения Дериан И исполнения Более 1300 домохозяйств Вот такому Ракурсе Да Немножко буду рассказывать И конечно Если двигаться По основной улице Это автострада И Можайского То мы Дальше увидим Наш замечательный Центр культуры И современное искусство Имени Юрия Алексеевича Гагарина Где мы Частенько Проводим Различные мероприятия И уже Много населения Много наших горожан Начали из центра Ездить на кинофильмы На концерты Именно в наш Центр культуры Меня это очень радует Потому что я сам Конечно Основную часть жизни Прожил в 45 квартале Можно сказать И мне казалось Что Гагарина Это далеко На самом деле Это очень рядом И очень близко А мы еще можем С вами добавить Уважаемые телезрители Вот вы видели Кусочек Из нашего клипа Как раз там Наши руководители Управ Поднимаются по лестнице Именно в этом Доме культуры Совершенно верно Ну и так вот Наверное Звезды совпались Конечно Обязательно Мы в этом году Ждем Ждем такое Завершение Большой работы По запуску Нашего Значит Физкультурно Спортивно Здоровительного Комплекса У нас есть стерх Его построил Газпром И Газпром Строит еще один Комплекс На берегу Белого озера Нашего Он там будет состоять Из катка И соответственно Бассейна То есть Вот такие Потрясающие изменения Вот это только По первой линии Которую мы с вами Ну можем Сейчас озвучить Это очень важно Нет Это мало того Что важно Я сама просто Думаю Господи Сколько всего На самом деле Да И вроде Езжу по городу Тоже смотрю Наблюдаю Все-таки Ну готовлюсь К передаче Но что так много И так масштабно Например Про храм Я совершенно упустила Эту информацию Это очень Ну Одно из ключевых событий Я считаю Да Вот еще Радостное событие Буквально В начале сентября Как раз Перед днем Города У нас Еще одно Торжественное мероприятие Было Немаловажное Вы наверное Знаете Что наш Новопортовской квартал Он называет Ну Кварталом детей По другому не скажешь Образовательным кластером Так называемым У нас Открылся детский садик Северная сказка На 280 детей И получилось Таким образом Что на сегодняшний момент Времени У нас уже Четыре садика Основных Вот все в одном месте Плюс есть садик частный Бэби-сити называется Плюс Три школы И школа Для слабослышащих Это четыре получается И конечно же В этом году Планировалось Начать Стройку Еще одной школы 990-1200 мест Но Вот Сейчас как раз Переносится Сети То есть газовые Там Канализации И так далее И после этого Будет дан Команда Для строительства Ну возможно Это принесется На начало 24-го года 23-го года Прошу прощения Ну это колоссальный Объем работы А вот у меня Вот я извиняюсь Да Вот храм И больница Вот какие сроки Вот реализация Этих проектов И когда наши люди Могут смело Вот шагнуть В то О чем они давно Мечтают Вот в эти два Замечательных места Ну Значит По больнице У нас Информация такая Что это 23-й год 23-й год По храму Немножко ситуация Другая Дело в том Что он строится На пожертвование И надо признать Что он с 14-го года Начинался он Именно с решения Осена Сергеевича Николаева Большое ему спасибо За это И вот он с 14-го года Тихим сапом С помощью благотворительной Строицы Вот уже вырос до 30 метров Это очень удивительно И конечно же Следующие шаги Я думаю Они немножко ускорятся Потому что Мы уже видим Очертания Мы уже видим Это удивительное действие По именно храму И мне очень нравится Что именно в нашем Нашем Гагаринском округе Такое сооружение Есть Именно храм духовный Потому что Здесь очень много авиаторов Здесь основной Городок авиаторов И конечно же Мне кажется Человек который не верит Богу Наверное в самолет Даже садиться не может Поэтому мы Все верим Мы все любим Мы все ценим И конечно уважаем И очень уважительно Относимся к данному строению Ну вы знаете Я надеюсь Что в нашем городе Очень много людей Меценатов Которые На это смотрят С радостью И считают За счастье свое За свое благо Поучаствовать В данном В строительстве Такого проекта В реализации И Наверное Ну Я так думаю Отбоя От таких людей Не должно быть У нас очень доброе население Ну надо признать Что с 2014 года Очень большую лепту Уносит как раз Вот Несколько Таких вот категорий У нас как предприниматель Он же и депутат Да Данил Филан Иванович И наверное Самую большую лепту Вносит аэропорт Наш аэропорт Города Якутска И это очень удивительно Очень Очень уважительно И очень как-то правильно Очень правильно Ну я знаете Вот немножко от храма Хочу еще Там буквально рядом с храмом У нас же У нас вообще появилось Вот буквально времени Буквально недавно Еще два общественных пространства Все знают сквер Юрия Алексеевича Гагарина Да Там находятся три сцеллы Да Там вот Аэрокобра Стелла Алсиба Кстати Мы буквально Третьего ноября Праздновали Такой праздник Как 80-летие Перегоночная трасса Аляска-Сибирь И где В центре Культуры И современного искусства То есть Возлагали цветы Перед И все мероприятие Прошли там Вновь встретимся Что во всех Максимова Это улица Это улица Жуковского Авиаторов Пилотов Всего Более 6000 километров В этом году Нам достался Небольшой кусочек По улице Авиаторов Там всего 350 метров Но тем не менее Продолжается И мы конечно же готовимся К реконструкции Улица Можайского Все хотят ее увидеть Четырехполосной С круговым движением Да конечно У главстроя У нас есть на это планы Обязательно Это будет сделано Многие наверное Ездили в этом году На ИСЭХ Туймады На юбилейный ИСЭХ Туймады Который был 25 лет Да вы знаете И заметили Что после жата Это начинается Четырехполоска Совершенно новая Современная Что-то потрясающее Да И мы конечно ждем Что наши строители Именно что-то подобное Сделают здесь Это очень важно Но надо отметить Что кроме Того что делаются Дороги У нас еще и проводится Освещение Пусть может быть Не в таких моментах Не в таких масштабах Но оно есть Это та же улица 50 лет октября Там 8-й 6-й С дробями 12-й Да там установлены Светильники В этом году кстати На улице Христофора Максима Установлено 50 светильников Теперь мы тихонечко Выходим из тьмы Это очень потрясающе Очень важно И об этом Ну конечно нужно говорить И вот я делюсь Большой радостью с этим Да я вот Несколько раз Мы же уже передачу Встречали с руководителями округов И вот многие зрители Говорят Ну это же их работа Чего они хвастаются Дело не в том Что хвастаются А дело в том Что не все знают Какие мероприятия И какие вот такие глобальные работы Все равно Светильник Там метр дороги Новая детская площадка Это колоссально проделанная работа И если мы постоянно ездим От дома до работы Мы не все можем пронаблюдать Мы не все видим Мы не все контролируем Также уважаемые телезрители Уважаемые радиослушатели Вы пожалуйста Звоните в нашу студию Оставляйте нашим помощникам Свои вопросы И в конце передачи Или после передачи Мы Евгению Васильевичу Передадим с вашими номерами Телефонов Ваши вопросы И безусловно же Вы получите ответ Пожалуйста Не забудьте это сделать И тогда мы будем видеть Что действительно Наша работа сегодня В этой студии Прошла результативно Появилась какая-то конкретика Вы хотели про придворовые территории Что-то еще Поточнее Поточнее И вот В подтверждении ваших слов Действительно Многие просто может быть не знают Или воспринимают это как должное Вот если взять например Мы в том году встречались Прямо на улице С жителями Белого озера Которые живут на Тейке Доулока И выяснилось Что там не было асфальта Просто 20 лет Его просто не было Представляете Вот да Я не соглашусь Что это их работа Они должны это делать Если просто анализировать Да Вот я как обычный Гражданин своего города Да Житель своего города Я хожу Езжу по городу И я вот За 21-22 год Увидела такие колоссальные изменения Во всем городе вообще То есть в каждом округе Есть что-то масштабное Что-то новое На что не каждый Может обратить внимание И наша с вами задача Показать людям Да Вот мы вот это делаем И смотрите Как жизнь наших жителей Становится лучше Комфортнее Спокойнее Удобнее Вот это вот важно Извините перебива Совершенно верно Да Ну вот Да Все время как-то Хочется что-то сказать Дополнить Да Действительно комфортнее Вот если взять Например Такое общественное пространство Как парк Победы Вот у нас он тоже есть Да Я уже говорил Оборота Якутска Сквер Гагарина Парк Победы Это вот все Наше гагаринское Общественное пространство Обратите внимание Там появилась не только Черепичка Ну и беговые дорожки То есть там Лето можно спокойно Заниматься и бегать Это удивительно Такого раньше Просто не было И буквально недавно Там установлено 12 единиц военной техники То есть наши ребятишки Могут походить Посмотреть Пофотографироваться Ну и на самом деле Это строящийся объект Он еще будет строиться Об этом чуть попозже скажу А теперь то Что касается Значит дворовых территорий У нас в этом году Значит в рамках Российской Республиканской И городской программы Тысяча дворов Значит 75 дворовых территорий Было значит сделано Во всем городе Во всем городе Да И представьте Что у нас 15 Значит территорий То есть включая пригороды Да И 15 домовых территорий Досталось нам Гагаринскому округу Это удивительно Удивительно Но это так и есть Это улица Кузьмина 30 Дробь 2 Кузьмина 30 Значит Можайского 19 20 Дома Ну и так далее То есть Всего можно сказать Что это у нас порядка 6 дворов Но больших дворов То есть туда входит Как раз 15 Вот этих домов А вот это обостройство Что туда входит Что туда поменялось Значит Да Там Я сейчас расскажу об этом Значит первое Люди Получили красивые Пешеходные дорожки Люди Получили Ограждения Места для посадки Ну саженцев Зелени Да какой-то Места для того Где будет расположены Детские спортивные площадки Это очень важно Качественное Асфальтовое покрытие Где они ставят Свои автомобили Что немаловажно Парковка Да Более того Места Где они будут складировать Мусор То есть выкидывать мусор Он тоже благоустраивается Тоже будет состоять Из раздельных Как бы точек Да Это очень интересно То есть вот начинается Вот это вот С точки зрения Экологии Да Оно Продолжается Продолжается А ну где-то Да Я не права Где-то Продолжается И конечно У нас вот на сегодняшний момент Есть недоработки Я об этом говорю С застройщиком Мы говорим Да Немножко нас подвели Подрядчики И не успеваем Поставить мафы Скорее всего Будет перенесено На следующий год На весну Тем не менее Асфальт Бордюрчики Это все красота есть Вот мы начали Хочу сказать С дома 34 Дробь 1 34 Вот эта площадка Была первая Там у нас живет Наш столетний Участник Великой Отечественной войны Которого мы 14 числа Поздравляли Всем миром Прямо на улице Сделали ему концерт Вот Дай бог здоровья Нашему ветерану И конечно же Вот эта площадка Была первая И именно на этой площадке Мы столкнулись С тем Что не мог просчитать никто Пришлось сделать Замену грунта Замену грунта Это дорогостоящие Огромные работы Которые В принципе Не мог просчитать никто И мы с этим столкнулись Ну Слава богу Подрядчики с этим справились Хорошо справились Достаточно Единственное Что проблема У нас сейчас По мафам По установке Малых архитектурных форм Вот этих Ну Я думаю Что этот вопрос Потихоньку решится Тем более Сейчас зима Легче наверное И лучше наверное Переставить Но самое важное Все эти встречи Дворовые проводил Сам мэр Сам мэр Лично с людьми Встречались Мы корректировали Участки Делали инициативные Группы И потом уже Согласовали Различные места Установки Либо ширину Либо глубину площадки Именно с этой Инициативной группой Такого не было Никогда Хочу сказать То есть получается Что жители Непосредственно Принимали активное Участие И до сих пор Принимают Замечательно А вот в курсе вы или нет Как в 23-м году Вот что-то по Придвородовым территориям Вот новые какие-то Это я понимаю Что вы будете Доделывать На это выделены деньги Естественно Да Эта работа будет Закончена Как положено Да Под ключ А вот новые Какие-то На 23-й год Есть Или Да Во-первых Сейчас это все Обсуждается На уровне На уровне Руководства Обязательно Комиссию Я уже несколько раз В комиссиях Участвовал Тут очень важно Именно чтобы Жители подключались Подключались Каким образом Не стеснялись Собрать весь дом Принять Придомовую территорию Значит Собственность Чтобы управляющая Компания Обслуживала Потом эти мафии Вот эти вещи Нужны То есть без Вот этого Первого шага То есть без Решения Общего собрания Жителей Делать это Просто Ну невозможно Это одно из условий Одно из условий И я знаю Что на 23-й год Как минимум По одной дворовой территории В каждом округе Уже запланировано А вот Получается Что у вас Ну Большинство домов Имеет своих старост Да Вот это на самом деле Жеголовная боль Ведь не каждый Согласится И не в каждом доме Есть человек Который Радеющий За свой дом Вот Даже елку Внутри Вот сейчас же Начинается Новый год Наступление У нас вот уже Монтируют елку В Губинском округе У нас во дворе Сегодня ставят елку Как это происходит У вас Это же все-таки Радость наших детей Прежде всего Ну Про елку Наверное Вы знаете Мне кажется Когда красиво Опрятно Когда зелень А зелень Как раз растения Это соглашение Тоже с людьми Была договоренность Что именно Люди сами Вносят свой вклад Решают что надо Решают раз И плюс Помогают Озеленяют Свою территорию То есть Возле своего дома Садят растения Сами Сами Это тоже Одно из условий Потому что Ну Понимаете То есть Если человек Не вложился Это любовь Это очень важно И когда ты получаешь Вот это действие С любовью Это все делаешь Ты конечно Это будешь беречь Это очень важно И когда ты мимо проходишь Либо дети наши там гуляют Либо наши Значит старшее поколение ходит Ну мне кажется От всем этого будет теплее И конечно Будет больше зеленых мест Это очень важно Насчет зеленых мест Хочу тоже добавить Да Вы наверное знаете Вот опять же К парку победы Сейчас вернусь Который очередной этап Проходит В этом году У нас было посажено Только в парке победы 3200 саженцев Весь город Все министерства Все ведомства 3200 Значит саженцев Мы посадили Вдоль автострады 50 лет октября От кольца И соответственно До газовой заправки То есть в несколько рядов Это удивительно Да Вообще с 2019 года Там посажено 5700 саженцев Ну и такая Знаете мечта И вообще идея такая была Что естественно Будем досаживать еще Будем делать все Чтобы они приживались Довести это количество До числа якутян Погибших Во время Великой Отечественной войны То есть это будет Более 16 тысяч 16-17 тысяч Да Мы хотим Именно к этому идти Конечно здесь Требуется много сил Усилий Конечно поддержки Наших граждан Инициативы Различных предприятий Помощи Но вот Есть такая большая идея И мы будем к ней идти А я не сомневаюсь Я считаю Что так и получится На самом деле Хорошо что мы озвучили Что есть такая мысль Есть такая идея И не обязательно В этом участвовать Только жителям Гагаринского округа Это же могут Любой житель города Обратить свое внимание У нас вообще Очень патриотичное население Очень люди Которые вот Отзывчивые Вот и 4 ноября Столько было мероприятия Сколько концертов было Так Ну вот По концертной части Практически в каждом округе Было мероприятие Будь то ДК культуры Имени Кулаковского Будь то наш центр То есть везде Какие-то мероприятия шли То есть они именно Шли целый день Это было удивительно Очень здорово И люди прямо общались Очень многие же Просто общественники Обычные люди Которые просто ходят в клуб Просто хотят потанцевать Просто хотят попеть И тем не менее Они все уделили свое время И показали свое отношение К этому празднику Своему городу Своей стране Это просто замечательно И то что у нас Очень много таких Патриотических людей Поэтому в принципе Мы Город у нас и цветет Нам не все равно Вот насчет Цветет город Тоже хотел сказать Два момента таких Почему-то в голову пришли Значит То что касается Вы наверное обратили внимание У нас стела Где три серге В этом году появилось Сердце из цветов Это было наше ноу-хау Да Наше ноу-хау Мы с подрядчиком Прорабатывали этот вопрос Было высажено Порядка трех тысяч цветов Вот только в этом месте И мы хотели Чтобы наши люди Немножечко радовались И получали больше удовлетворения А вообще по округу В этом году Посажено более ста тысяч цветов Это потрясающе По всему городу Более миллиона Да Огромная работа И это делают управы Делают работники Управы во главе с вами Общественники Да Это замечательно Прервемся на рекламу Встретимся через две минуты Дорогие друзья Спасибо, что вы с нами Мы продолжаем Сегодня у нас в гостях Руководитель управы Гагаринского округа Сидоренко Евгений Васильевич И он вот очень хорошо подготовился Мы его попросили Рассказать как можно больше И вот этот третий блок Я целиком отдаю Просто во власть Евгению Васильевичу И мы будем внимательно слушать О том, что он нам хочет рассказать Наша цель Поделиться с вами Как можно больше Теми Как это сказать Интересными делами Я даже не знаю Я не могу сказать Что это работает Это что-то потрясающее На территории Гагаринского округа Спасибо большое, Ольга Ну действительно Есть чем поделиться На самом деле Это очень много Инициативы От наших горожан От нашего населения Это очень важно У нас очень активные люди Вы это знаете Прямо вот такие Они и спеть могут И сплясать могут Если надо С косой выйдут Да Кстати, насчет косы Хочу сказать Что в этом году В Гагаринском округе Скошено Вот Столько никогда не косили Хочу сказать Это больше 172 тысяч Метров квадратных То есть косило управа Косили наши предприниматели Косили Значит Общественники То есть разные Да То есть газовики Энергетики И общим миром Мы вот именно столько Для чего косили Наверное вопрос Да Ну прежде всего Это пожарная безопасность Это во главу уклад ставится Вы знаете Что у нас Ну не только у нас Бывают и моменты сложные Да Вот буквально недавно К сожалению Вот и у нас дом Тоже погорел Да На Борисовке 2 Но сейчас с жителями работаем Все потихонечку останавливается Есть какие-то варианты Да И соответственно Это все мы На уровне города работаем То есть С каждым жителем на связи Это очень важно Это важно Что этим занимается управа Это важно Что знает руководство города Об этом Непосредственно Евгений Николаевич Встречался Это очень важно И очень приятно Конечно Конечно Что люди в беде Не останутся одни Да То есть от самого начала Сейчас уже Немножко Как бы время прошло Сейчас уже Ну немножко веселее смотрят Да И это хорошо конечно Ну вот А такая беда конечно Она может настичь любого К сожалению Да Но так как вот Мне дали вот Буквально В последнем блоке Рассказать О народных инициативах Да Я не могу не поделиться С тем Что у нас вот вообще Очень Такие вещи продвигаются У нас вообще Уважаемые жители Уважаемые значит Горожане У нас есть Несколько грантов Коцкорными работают В основном Да Это народный бюджет Это гранты Главы республики Саха-Якутия Это гранты Значит Российского уровня И так далее И так далее То есть вот такие гранты У нас большие есть И самое главное Что у нас есть те Кто с этим работает Вот Не могу не сказать Например Если взять 22-й год У нас по народному бюджету Выиграло Три представителя Три гранта Да Это сквер памяти поколений Новгородское кладбище Часть 2 Кстати ваш коллега Олег Желнин Он точку взаимодействия Да Взглавляет Он как раз Именно это памятное место За хранение делает Очень важно Очень удивительно Что у нас такие вещи есть Да Кроме того У нас в этом году Выиграл грант Тоже народный бюджет Значит Группа компании Алмаз Это реабилитация Это реабилитация Возрастных людей Людей которые Ну Потеряли Вкус к жизни И так далее Сбились пути Это очень важно Это все у нас в округе И конечно же Очень важный момент Такой Это уже касается молодежи Наверное Выпускной бал главы Тоже такой грант Его выиграл Центр культуры И современное искусство И конечно же Это все было проведено Кроме того Хочу Ну наверное Сказать что Вы наверное Все знаете Что у нас На Белом озере Начали кататься Несколько лет уже подряд На лодочках На катамаранчиках Да Все это Проводит Такая структура Как Такое Значит Точка Как 15-летний капитан Это городская Общественная организация И в этом году Они выиграли 4 гранта И вот кто знает Что в сентябре В августе Даже приглашали Всех жителей Бесплатно покататься На этих лодочках Это было удивительно Это проводится у нас Ну в общем здорово Ну и конечно же Не могу не сказать Про спортивный клумб Алип Который тоже Популяризацию волейбола Занимается Выиграл соответственно Свой грант И Людей Ребят Сулусов С города Проводили соревнования Ну то есть Спорт тоже Рядом с нами Да Ну и вот наверное Я так потихонечку Подвожу 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 К основному Что мне хотелось Очень прямо Отозвучить Наш ТОС Ветераны Его возглавляет Андросов Алексей Ревович ТОС Это создался В прошлом году И вот единственный Был первый ТОС Сейчас их уже два В городе Якутска И вот хотел Немножко рассказать О тех вещах Которые Алексей Ревович И своя команда Делает Это жители частного сектора Нашего Гагаринского округа Именно объединились В такой ТОС И решили что-то делать Понятно Что можно ждать Какую-то программу Можно что-то там ругать А можно что-то с ним делать И вот что они сделали Они взяли Оформили документы И приняли участие В гранте В итоге Выиграли грант На большую сумму На этот грант Было установлено Священие в частном секторе Вы не представляете Вот так вот Просто обычный человек Конечно Управо помогает ему Во всем Как это все Пройти процедуры И так далее То есть было бы желание И теперь Более 120 домохозяйств Имеет уличное священие Потрясающе То есть в нашем Частном секторе Он не остановился Он в прошлом году Еще в одном гранте Поучаствовал По подключению водопровода То есть там порядка Уже на 700 тысяч То есть первый грант Более 3 миллионов А этот 700 тысяч И 120 Семей Домохозяйств Имеет летний водопровод Кстати Водопровод Они тянут От 50 октября Это почти 3 километра Это удивительные вещи Но это происходит Это реально работает Это реально работает И большое конечно спасибо Вот этот Неутомимый человек Да вот когда сегодня Нынче был День города Я с такой радостью Вручал ему Знак юбилейный На воротах Якутска Это было потрясающе Этот человек такой Ну и очень Уважительный Да и хочу сказать Что в этом году Он еще Поучаствовал в грантах И выиграл еще 2 гранта Это по спортивному По спортивному направлению Кстати спорт У нас было По 4 видам По 5 видам спорт Спорткомплекс СССР проводил Среди жителей Нашего Гагаринского округа И среди жителей Частного сектора Это было удивительно Но это прошло Там были и дети Там были и взрослые Там были национальные Якутские виды спорта Такие как хобылык Например Потрясающе просто Волейбол был И вот он все это выиграл И соответственно Все это реализовал И конечно же Сейчас Сейчас он выиграл Значит Такой проект Как благоустройство территории Тоже сумма большая Это территория Связанная с парком Победы Это по ту сторону Теплотрассы Со стороны частного сектора Со стороны Мачитова И значит Газомагистральной улицы То есть это потрясающе На самом деле Не могу Не вставить слово Уважаемые телезрители И радиослушатели Люди Которым мне все равно Не сидите дома Идите в свои управы Задавайте вопросы Участвуйте в таких мероприятиях Побеждайте Создавайте И созидайте Во благо всех Во благо нашего города Во благо наших жителей Во благо самих себя Прекрасный пример Да Очень прекрасный Причем Алексей Ильич приглашает На все На все мероприятия Он делится опытом Не стесняется Это очень важно Вот такой У нас есть индивидуум Вот такой ТОС ветераны Который работает Реально работает И конечно Большое спасибо Такому человеку Что за ним идут люди Они знаете Его так По-житейски Называют Батя Боже Это надо заслужить Это надо заслужить Это уважение С каким теплом Причем мужчины Женщины Так говорят Батя И это потрясающе Конечно И этот человек Не останавливается на месте И конечно Право поддерживать Во всех отношениях Не могу не сказать Еще про одного предпринимателя Такого Знаете У нас Ну Округ такой Самородков У нас есть предприниматель Который Колбасные изделия Продает И так далее И так далее И вот он Буквально в том году Запатентовал Такую колбасу Колбасу Реально Колбасу Называется Гагаринская Где продается Она продается По Севастопольску У него две точки И в магазинах Города Якутска Он их тоже развозит То есть она Вот так вот Друзья Надо срочно Обратить на это внимание Поддержим Местного производителя И.Б. Герасимов Алексей Петрович То есть Удивительно Смотрите У нас есть Ворота Якутска Вот если взять Ворота Якутска Кто обратит внимание Кроме того Что там есть Башня Тегына У нас же еще Обратите внимание Слева справа Появляется зелень Растения Мы в том году С управой Соответственно Посоветовавшись Главным архитектором Республики Уже Приняли решение О том Что будем высаживать И в том году Мы посадили 100 тополей С правой стороны То есть люди Которые уезжают Из города Их провожает тополя А люди Которые приезжают В город Их встречает Акации В этом году Мы то же самое Сделали Посадили дополнительно 100 акаций Они кстати прижились И 100 тополей С другой стороны То есть тополя Хочу сказать Большой высоты Они порядка 3-4 метров То есть уже такие Хорошие саженцы Тоже принялись Да уже принялись Акации они конечно Маленькие Но они все равно Приживаются Я думаю Через какое-то время Ну если не город Сад То будет замечательное Действие И наш Якутск Будет встречать Людей Красивым цветением То чего нам не хватает Это очень важно Очень удивительно Конечно Конечно Это только вот Гордость и радость Берет за наш город И тем более Город начинается Для тех Кто прилетелся На самолете Естественно С авиапорта И с того Как мы вот Попадаем С вашего округа И чем красивее Будет ваш округ Тем ярче будет Настроение того Кто едет Дальше в центр города И вообще У него сразу будет Создаваться огромное Колоссальное Позитивное отношение Городу Да Тополя на севере Акации на севере Но это же В принципе Сказка Раньше бы сказали Что это фантастика Их Специально выводят В питомники Там соответственно Проходят процедуры торгов То есть В том или ином месте Кто победитель Соответственно Все это Дело высаживает Ну и Небольшие гарантии Конечно Не дают Удивительно Ну Огромная информация На самом деле Вот вы сейчас Мне рассказали О самых таких Грандиозных моментах Которые прошли В 22 году Я уже забыла Половину Потому что Настолько такое большое количество Ярких моментов Ярких вещей Над которыми Вот Работаете вы Ну естественно Не один Команда И общественники И другие структуры Но это очень Но есть же еще Какие-то Промежуточные моменты Скажем так Вот Покажу вот такую Вот листовочку Да Вот Евгений Васильевич Принес такую Листовочку Это очень интересно Написано Мой округ Развиваем Вместе Дорогие друзья Услышьте То что здесь написано Развиваем Вместе Хочу сказать Что Такая же Картинка Только чуть Большем размере У нас прямо Над управой Повешена И она освещается Чтобы каждый Житель мог Видеть Сказать А вот Мой 2-й В таком году Он придет Ко мне Спросит Да Вот Вот такие вещи Да Ну хочу сказать Что действительно Все это добивается Благодаря усилиям И управляющей Компании Благодаря Общественникам Ну и конечно же Нашей команде Нас всего работает 20 человек Из них 8 Это дворники Дворники Как мы их называем Мастера по благоустройству Таким добрым Хорошим словом Потому что они каждый день Подсыпают песок Убирают санточки И много 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 всего Дорогие друзья Не могу не поблагодарить Евгения Васильевича За то Что вы к нам пришли Рассказали Так много Интересного Надеюсь Что наши Уважаемые телезрители И радиослушатели Получили очень много Полезной информации Для себя сделали Какие-то выводы Приняли решение Что у нас были звонки Всего доброго До новых встреч До свидания До свидания